Ближайший соратник президента США утверждает, что под крышей американского посольства в Киеве были разворованы миллиарды долларов. Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал новое видео, посвященное коррупционным преступлениям Джо Байдена на Украине. В борьбе за власть Трамп без раздумий использует украинскую карту, а последствия для Украины хозяина Белого дома не интересуют вовсе. В 52-м выпуске своей авторской передачи Рудольф Джулиани выливает новую порцию компромата на Джо Байдена. Суть роли такова. Во времена Обамы Украина получила иностранную финансовую помощь в размере 5,3 миллиарда долларов, из которых по меньшей мере 3 миллиарда деньги американских налогоплательщиков. Но ревизию этих средств никто не проводил. По утверждению Джулиани, Байден и компания блокировали расследование, аргументируя это тем, что в американо-украинских отношениях царит полное доверие. Версия советника Трампа базируется на документе, который ему передал депутат Верховной Рады Андрей Деркач. Это отчет Счетной Палаты Украины о результатах анализа эффективности использования органами Государственного управления Международной технической помощи. В нем перечислены сотни проектов иностранной помощи на сумму в 5,3 миллиарда долларов, которые действовали на Украине в 2015-2017 годах. Однако эта помощь не была ориентирована на определенные правительством стратегические направления развития соответствующих отраслей социально-экономической жизни страны, говорится в заключительной части отчета. Результаты реализации значительного количества проектов не соответствовали определенным приоритетам социально-экономического развития Украины. Результативность реализации проектов Международной технической помощи и эффективности использования полученных в рамках этих проектов финансовых и других ресурсов, уполномоченными государственными органами не оценивалась. Надлежащего и полного учета проектов Международной технической помощи Министерство экономического развития и торговли Украины, как координатор деятельности в сфере привлечения и использования Международной технической помощи, не обеспечивала. На этом основании Джулиани приходит к выводу, что деньги американских налогоплательщиков могли быть просто разворованы неправительственными организациями, которые прикрывало посольство США. Кстати, ничего нового бывший мэр Нью-Йорка не сказал. Те же обвинения из его уст звучали в декабре 2019 года, когда он ознакомился с указанным документом. Счетная палата на Украине обнаружила предполагаемое ненадлежащее использование средств США в размере 5,3 миллиарда долларов во время администрации Обамы, в то время как Байден был наводчиком. Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование, написал Джулиани в своем твиттере. Демократическая пресса могла бы просто не обратить внимание на его выпад, но у сторонников Байдена нашлись весомые контраргументы. Во-первых, Джулиани сделал грубую фактологическую ошибку. В своем сообщении он упомянул о средствах США в размере 5,3 миллиарда долларов, хотя деньги предоставляли Украине не только американцы, но и власти других стран. Во-вторых, категория неправительственных организаций получила всего 6% от общего объема финансирования, отраженного в отчетности. Это никак не вяжется со словами Джулиани о том, что привилегированные НПО разворовали большую часть иностранной помощи. Наконец, о разворовывании или нецелевом использовании средств в документе ничего не говорится. Это не более чем версия самого Джулиани. Счетная палата Украины сообщила, что не было надлежащего учета средств и обозначенных ими проектов, а не то, что средства были использованы не по назначению. И нет никаких доказательств, подтверждающих обвинения в том, что посольство США призвало украинскую полицию не проводить расследование, резонно замечала редакция CNN. Спустя полгода соратник Трампа повторил свои обвинения, но доказательств у него по-прежнему нет. Джулиани просто решил напомнить своей аудитории, что Байден негодяй и коррупционер. Видимо, поэтому его разоблачение не возымело эффекта разорвавшейся бомбы. Очередной информационный залп по команде Байдена оказался холостым. Впрочем, как и вся медийная кампания против бывшего вице-президента США, разыграть украинскую карту Трампу пока не удается. Объективно для этого сложились не самые благоприятные обстоятельства. Эпидемия коронавируса и протесты темнокожего населения отодвигают тему коррумпированности Байдена на второй план. Ни американская, ни мировая общественность не обсуждает скандальные пленки Деркача, в которых Байден наговорил уже на несколько импичментов. Тем более рядовой гражданин США не обращает внимания на отчет счетной палаты Украины. Джулиани и сам наверняка понимает, что его стратегии не работают. Для привлечения внимания он пытается по-другому расставить акценты. Поначалу в команде Трампа подсвечивали коррупционные делишки самого Байдена, но американское общество отреагировало на это спокойно. И что с того, что демократы поправляли свое финансовое положение на какой-то Украине? С чужаками так и надо поступать, в стиле первых поселенцев Америки. Но если речь идет о миллиардах долларов, которые Обама и Байден вытащили из карманов американских налогоплательщиков, то это уже не по понятиям. Вас ограбили, постоянно повторяет Джулиани. Не каких-то украинских папуасов, а вас. По словам личного адвоката Трампа, последний эпизод здравого смысла, так называется его передача, только вершина айсберга. Хотя вершина заставляет усомниться в том, что под ней есть какой-то айсберг. С декабря 2019 года Джулиани не продемонстрировал ничего нового по делу разворованных миллиардов, а то, что продемонстрировал, не доказывает вины Байдена. Возможно, в украинском досье Трампа просто нет никаких убийственных документов. Расследование коррупции сонного Джона Украине не продвигается. Видимо, Владимир Зеленский принял к сведению призывы американских послов не реагировать на пленки Деркача. В Соединенных Штатах ситуация аналогичная. Генеральный прокурор Уильям Барр не вмешивается в разборки Трампа и Байдена. В феврале он обещал держать двери открытыми для информации Джулиани, но с тех пор кандидат от демократов серьезно укрепил свои электоральные позиции. Сейчас перспективы его уголовного преследования выглядят почти нереальными. Тем не менее, до ноябрьских выборов Украина продолжит оставаться фактором внутренней политики США. Уже сейчас понятно, что значимость этого фактора переоценивать не стоит. Не он будет определять исход президентской кампании. Однако репутация, незалежной за время американских предвыборных кампаний, будет разрушена в пыль. Трамп может дать ответ, посадить видных членов демпартии. Демократы в свое время посадили в тюрьму экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта, напоминает Ростислав Ищенко. Помимо того, что предъявленные ему обвинения базировались в значительной степени на липовых подтверждениях, таких людей по умолчанию в США не сажали, подчеркивает политолог. Тем более, что он не являлся кандидатом в президенты и вообще политиком, он был только политехнологом. Поэтому возможен подобного рода ответ. Трамп неоднократно говорил, что и Хилари Клинтон, и еще как минимум десяток руководителей демократической партии, должны отвечать перед законом и сидеть в тюрьме. Если у него будет такая возможность, он их посадит, сказал Ищенко. Президент Зеленский заигрывает с людьми, связанными с демократической партией США, отмечает Кирилл Молчанов. Они при нем на серьезных должностях и уже расширяют свое влияние. Уже он, Зеленский, отказался увольнять главу НАБУ Сытника. Поэтому при Зеленском всем тем, кто оказался замешан в этих делах, точно ничего не угрожает, сообщил эксперт. Зеленский не будет особо реагировать на всю эту ситуацию, прогнозирует Руслан Безяев. По его мнению, если в этой ситуации напрямую влезть в американский конфликт, это повторить судьбу Петра Алексеевича Порошенко. Тот в свое время открыто поддерживал Хилари Клинтон и оказался в, мягко говоря, неудобном положении после победы Трампа. Зеленский не хочет повторять судьбу своего попередника, Укра, предшественника. Поэтому будет максимально дистанцироваться от этой истории, как минимум до конца этого календарного года, уверен Безяев. Зеленский будет ориентироваться на результаты выборов в США, считает Кирилл Молчанов. Кто победит, того президент Украины и поддержит. Если переизберется Трамп, я не исключаю, что Зеленский пойдет на зачистку условно людей Сороса и ориентированных на демократическую партию. То есть он будет выгонять Сытника, Холодницкого, иностранцев из наблюдательных советов, заявил политолог. А если победит Байден, то их влияние только усилится, добавил эксперт. Украине нужно не следить за выборами в США, а взяться за ум, уверен Ростислав Ищенко. Кто там будет, Трамп или Байден, для Украины все равно. Они президенты США, а Украина для них расходный материал. Кто расходует деньги, находящиеся на вашем счету, вы ваша жена, ваши дети, ваши внуки, вам все равно. Главное, что они расходуются.